Не о серфинге сегодня будет речь, к сожалению. Уважаемые коллеги, я постараюсь сегодня рассказать вам о концепции мезогастректомии, не обременять вас картинками из учебника гистологии, а посмотреть на эту проблему через призму тех людей, которые увлечены этой проблемой и не один год занимаются проблемой хирургии рака желудка. Безусловно, эра эмбрионально-ориентированной хирургии берет свое начало с профессора Билла Хилда, который сформулировал идею тотальной мезоэректомектомии. Но гениальность этого ученого заключается еще и в том, что в ту еще доллая параскопическую эру он смог увидеть и рассказать нам о том, что многие хирурги не видят даже сейчас. Он увидел вот этот так называемый священный план диссекции и объяснил нам, рассказал, как мы можем в этом хирургическом слое работать путем безопасной острой диссекции под прямым визуальным контролем, безнадрывного раскрытия плоскости диссекции путем тракции и контртракции, ну и вообще распознавания эмбрионального слоя диссекции путем видения подвижности тканей разного эмбрионального происхождения. Профессор Вернер Хогенберг транслировал идею тотальной мезоэректомектомии на ободочную кишку, сформулировал понятие комплит мезоколон эксижен и выделил три плана диссекции по аналогии с прямой кишкой. Это мезоколический план, интрамезоколический и мускулероспроприоплан диссекции. Однако, что касается современной идеологии рака желудка, она подробно изложена во всех существующих клинических рекомендациях и касается тех аспектов, какая часть органа должна быть удалена при той или иной локализации опухоли. А что касается лимфатического аппарата, речи о футлярности и фасциальности не идет, а внимание уделяется тому, сколько лимфатических узлов удалять и какие группы лимфатических узлов нужно удалять. Для всех присутствующих здесь в зале совершенно очевидна та ситуация, что задача любого радикального вмешательства заключается в локальном контроле за заболеванием. Ну вот посмотрите, решена ли проблема контроля, как вы думаете, решена ли проблема контроля за заболеванием при Д2-лимфодисекции. Это работа 2015 года, ретроспективное исследование, 417 пациентов, в основном все больные с распространенным раком желудка. При медиане наблюдения в 56 месяцев почти у половины пациентов зарегистрировано прогрессирование заболевания. При этом локорегионарные рецидивы возникли у 17 пациентов, а рецидивы заболевания в ложе удаленного желудка и перепрогнозической области практически у 15%. Это как раз та точка приложения, за которую стоит побороться хирургам. Напомню, что эмбрионально желудок имеет в процессе эмбрионального развития, имеет вентральную и дарзальную брыжейку, которые представлены дубликатурой брюшины, которая покрывает сам желудок. Он фиксируется к задней брюшной стенке путем дарзальной брыжейки, к передней брюшной стенке путем вентральной брыжейки. В процессе эмбриогенеза желудок осуществляет свою спирализацию, поворачивается по часовой стрелке и к 12 неделе ориентируется практически фронтально, а его брюшечный аппарат превращается в связочный аппарат. Очень важный такой момент, по сути, ключевой момент в плане эмбриологии. К элементам дарзального мегазогастрия, кроме связочного аппарата, относятся селезенка и поджудочные железа, за исключением крючковидного отростка. Ветви чревного ствола, эмбрионатомически расположены между листками дарзального мегазогастрия, также относятся к нему. К вентральному мегазогастрию относятся сосуды печёночная двенадцперстная связка и печёночно-желудочная связка. Вот как это выглядит схематично. Дарзальный мегазогастрий – это первичная брыжейка поперечно-ободочной кишки. Это четвёртая неделя эмбриогенеза. К двенадцатой неделе дарзальный мегазогастрий складывается с вентральной поверхностью брыжейки поперечно-ободочной кишки. И в этом месте образуется сращение. В дальнейшем брюшина подвергается дегенерации, и на её месте возникает рыхлый авоскулярный слой соединотканный, который мы называем, в научной литературе называется, так называемый фьюжен-фасция. По сути, это и есть тот самый эмбриональный слой диссекции. Он не всегда совпадает с хирургическим слоем, мы сейчас этого коснёмся. Вот как это выглядит на препарате. Бессосудистая прослойка соединоткани позади поджудочной железы. Фасция героты, поджелудочная железа, мезогастрий поднят кверху, а вот это так называемая фьюжен-фасция. По сути, вот двигаясь вдоль эмбрионального слоя диссекции, мы можем отмобилизовать дерзальный мезогастрит вплоть до ножек диафрагмы. Практически бескровно. Вот одна из тех немногих работ, которая посвящена тотальной мезогастритомии. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на название этой работы «комплит мезогастрим эксижен». Но когда мы изучили материалы, а они находятся в свободном доступе, мы поняли, что речь идёт по сути здесь не о «комплит мезогастрим эксижен», а о стандартной D2-мезогастрит диссекции с элементами работы в эмбриональном слое. Почему? Потому что, как уже было сказано только что, «комплит мезогастрим эксижен» включает в себя удаление не только желудка, но ещё и удаление всех элементов дарзального мезогастрима, а это поджудочная железа и селезёнка. Я, конечно, смею предположить, что удаление всего этого органокомплекса решит проблему локальных рецидивов, однако противоречит здравому смыслу. Ну вот ретроспективный анализ 2000 пациентов, включено 3 группы, наихудшие показатели по послеоперационным осложнениям в группе пациентов, перенесших дистальную резекцию поджудочной железы со спленектомией и гастректомией. Обратите внимание, это только тяжёлое осложнение 75%. Фактически трое из четырёх пациентов не выписываются из стационара без осложнений. Но в таком случае получается, что разговор о тотальной мезоректомектомии некорректен как с точки доказательной медицины, с точки зрения доказательной медицины, так и здорового смысла. Ну тогда, по сути, чем нам могут помочь эти знания по эмбриологии желудка. На наш взгляд, на взгляд нашей команды, понимание процесса эмбриологии – это ключ к наиболее сложным, наиболее ответственным этапам лимфодиссекции. Это диссекции 6-й, 14-й В и 11-й Д, 10-й групп лимфатических узлов. По сути, это мнение всех специалистов, занимающихся проблемой лапароскопии рака желудка. Я не буду останавливаться детально на границах подпилорической лимфодиссекции, они для всех хорошо известны. Скажу лишь вот следующая статистика. Смотрите, очень большой материал, 2000 пациентов, включено National Consent Center японский. Шестая группа лимфатических узлов – это самая критическая группа в плане рака желудка, локализующегося в дистальной третье. Практически у каждого второго пациента эта группа лимфатических узлов поражена метастазами. А если мы посмотрим на японские стандарты по лечению рака желудка, это последняя действующая сейчас версия, то добавление 14-й группы лимфатических узлов к Д2-лимфодиссекции может быть полезным у пациента с метастазами с 16-й группы лимфатических узлов. То есть практически у половины пациентов с дистальным раком желудка мы должны прибегнуть, ну мы можем прибегать к диссекции 14-й группы лимфатических узлов как полезному мероприятию. Это серьезная очень статистика. Наибольшая, с которой я встретился, это наши коллеги из ЮНЦ университета из Кореи, профессор Но, профессор 2000 пациентов, которым выполнено за 20 лет лимфодиссекции в объеме Д2 с удалением 14-й группы лимфатических узлов. Не так много пациентов имели метастазы в 14-й группе лимфатических узлов, всего 6,6%. Наибольшая частота была в случаях с распространенным раком желудка, для нас это, конечно, актуально. И вот что очень важно. Наихудшие показатели выживаемости были у пациентов в 14-й группе лимфатических узлов с метастазами в этой группе. И вообще наши коллеги сделали вывод о том, что 14-ю группу лимфатических узлов целесообразно вообще из-за плохого прогноза исключить из, лишить ее регионарного статуса. Ну, понятно, это прогноз. А что дает удаление этих лимфатических узлов? Очень мало работ, посвященных этой проблеме. Ну, вот китайские специалисты, у них частота выше практически в три раза. Трехлетняя выживаемость у пациентов, перенесших D2 плюс 14 В лимфодисекцию в 1, 2, 3, 4 стадии, не имела различий. Однако в 3-й B и 3-й C стадии была тенденция к улучшению выживаемости в группе пациентов, перенесших лимфодисекцию в объеме D2 плюс 14 В. Это сагитальный срез желудка на уровне пилорического канала. Здесь нет сальниковой сумки, а фьюжен фасы, эмбриональный слой диссекции, находятся между четырьмя листками брюшины, покрывающими большой сальник, дубликатуру большого сальника, и брюшиной, покрывающей поперечно-ободочную кишку. Вот в этом слое мы совершенно спокойно можем выйти на основание правых желудочно-сальниковых сосудов, выйти на основание ствола Генли и выполнить адекватную диссекцию под пилорической группой лимфатических узлов. Здесь надо не увлечься и не уйти под головку пазучной железы, поскольку эмбриональный слой диссекции и хирургический здесь будет отличаться. Вот хирургический слой диссекции проходит, здесь эмбриональный. Фьюжен-фасцы, вот даже вот этот маленький сосудик, мы хорошо знаем, даже от него можно отойти тупым путём, если очень хорошо видеть вот эту прослойку рыхлой средней ткани. Очень хорошим ориентиром для выхода на 14-ую группу лимфатических узлов при медиалатеральном доступе к подпилорической группе является средняя ободочная вена. Это постоянный сосуд, он крайне редко формирует ствол Генли, впадая в верхнюю брыжечную вену медиальные ствола Генли. Что же касается самого ствола Генли, ну эта проблема, она актуальна не только для хирургии рака желудка и для панкреатической хирургии. Мы провели собственное исследование, анатомо-радиологическое. В упрощённом виде это выглядит таким образом. Мы выделили всего пять типов. Первый тип строения – это фактически его отсутствие ствола Генли, когда право-жуточно-сальниковая вена впадает отдельным стволом. У каждого четвёртого пациента нет этого ствола в нашем исследовании. Первый тип – это конфлюенс правой желудочно-сальниковой, правой панкреатодунальной вены, которые формируют ствол Генли. В 16% случаев фактически речь идёт не о тронкус гастроколикус, не о желудочно-ободочном стволе, а о так называемом желудочно-панкреатическом стволе. Это пример первого типа, подтип, когда кроме правой желудочно-сальниковой вены ствол Генли ещё и формирует подпилорическая вена. Второй тип – это желудочно-панкреатно-ободочный ствол. В его формировании участвуют сразу три сосуда – правая желудочно-сальниковая вена, передняя и верхняя панкреатодунальная вена и правая ободочная вена. Кроме правой ободочной вены может ещё участвовать в формировании ствола так называемая верхняя правая ободочная вена. Это непостоянный сосуд, который дренирует печёночный изгиб ободочной кишки. Наиболее частый вариант – 54%. Ну и два типа, которые крайне редко встречаются. Мы ни разу не встретили его при работе с макропрепаратом, однако при радиологическом исследовании в 4% случаев ствол Генли формировала ещё и средняя ободочная вена, и в 1% случаев у одного пациента мы встретили ситуацию, когда в ствол Генли впадала верхняя вена или уколика. Когда мы говорим о супропанкреатической лимфодисекции, то в первую очередь думаем, конечно, о лимфодисекции 10-11 групп лимфатических узлов вдоль селезёночной артерии, и ворот селезёнки. Селезёночная артерия – это постоянный сосуд. В классических работах считается, что он в большинстве случаев является ветвью ствола, чревного ствола. В 4% случаев считается, что он может отходить от общепечёночной артерии, либо от верхней брюжеечной артерии. Мы только у одного пациента видели вариант отхождения селезёночной артерии отдельным стволом от аорты. Но, в принципе, постоянство вот этого начального сегмента селезёночной артерии побудило к тому, чтобы ряд специалистов, в основном из Японии, это профессор Уяма, пропагандировал так называемый медиалатеральный подход к лимфодисекции. Мы выделили два типа строения селезёночной артерии. Это так называемый плоский тип и изогнутый. Как видите, изогнутый тип, этот кошмар для хирурга, он встречается, как правило, практически в 90% случаев. Мы крайне редко у наших пациентов встречаем плоский тип строения. Вот он представлен на рисунке. Поджидачная железа, селезёночная артерия. Здесь есть дуга Вейзера, но она скорее является патагноманичным симптомом селезёночной артерии, чем такой штукой, которая усложняет лимфодисекцию. А вот это я назвал кошмаром для хирурга, страшным сном. Вариант строения селезёночной артерии – изогнутый тип, так называемые дуги Вейзера. Они, кстати, формируются в результате спирализации селезёнки. Вот это всё так закручивается. В общем, неприятная ситуация. Долгожданное исследование, пожалуй, самое значимое, посвящённое лимфодисекции 10-11 групп лимфатических узлов. Японские специалисты включили в исследование пациентов с опухоли верхней трети тела желудка Т24 без инвазии большой кривизны желудка. И сравнили два варианта лечения – спленектомию и спленосохранную лимфодисекцию. Оказалось, что профилактическая спленектомия не имеет преимуществ перед спленосохранными вмешательствами не только по соображениям безопасности, но и по причине отсутствия преимуществ в показателях выживаемости. Что касается опций, которые сейчас предусмотрены японскими стандартами по лечению рака желудка, это рисунки профессора Киношито, его взгляд на проблему, его статья. Д2 плюс спленектомия лимфодисекция предусмотрена по стандартам при наличии опухоли в верхней трети тела желудка по большой кривизне. Тогда считается выполнение спленектомии обязательной. Но есть еще два варианта вмешательства. Это лимфодисекция Д2 без диссекции 10-й лимфатических узлов и так называемая спленосохранная лимфодисекция. Вот это серая зона, то есть фактически в стандартах оговорен такой вариант вмешательства и такой, а вот спленосохранные вмешательства как-то стандарты японского общества обошли стороной. Вот посмотрите, похожая ситуация с 14-й группой лимфатических узлов. Наличие метастаза, это тоже корейская работа, в 10-й группе лимфатических узлов это негативный фактор прогноза, который фактически вводит группу пациентов в 4-ю стадию заболевания. А мы вчера едем с Алексеем Михайловичем, я ему задаю вопрос, ну удалить-то понятно, ну прогноз понятно, а если мы удаляем, мы на что-то влияем или нет, кроме прогноза заболевания? Вы знаете, практически ни на что не влияем, к сожалению, кроме стадирования. Две группы больных, одной выполнили Д2+, десятую группу, второй не выполнили. У всех пациентов, у которых выполнено Д2+, она выполнена в объеме спленосохранного вмешательства. Пятилетняя выживаемость не отличается. Я вот этот слайд хотел удалить из презентации, однако после вчерашней прекрасной операции профессора, а я имел честь ему ассистировать, я этот слайд оставил, почему? Потому что вот я вчера был очень удовлетворен тем, что я увидел во время операции то, что мы видим при работе с препаратами. Вот пример выхода правильной с точки зрения эмбриологии на 4-ю СБ и 10-ю группу лимфатических узлов. Кверху полинодорзальная мезогастрия, мы видим границы ползуточной железы, селезенка, фасции, агероты. А здесь вот основание 4-й СБ, группа лимфатических узлов, основание левых желудочно-сальниковых сосудов. Вот вчера идентичную картину я видел у профессора во время операции. Но я заканчиваю. 4 типа вариантной анатомии ворот селезенки. Большое счастье встретиться во время лимфодисекции с так называемым сингл-типом, но он всего у каждого десятого пациента. Один ствол, лимфодисекция ворот селезенки не представляет больших сложностей. Наиболее распространенный это вариант, когда селезеночная артерия делится на верхнюю лобарную и нижнюю лобарную артерию. Но вот здесь даже на этом рисунке мы четко видим, что верхняя лобарная артерия тут же делится на 2. Пример такой ранней бифуркации 70% пациентов. Два варианта – это когда 3-бранши или так называемый multiple-бранш-тайп. Довольно редкая ситуация, но смею предположить, что если мы имеем изогнутый вариант строения селезеночной артерии и multiple-бранш-тайп деления селезеночной артерии в воротах селезенки, то выполнить спинно-сохранное вмешательство практически невозможно. Безопасно. Факторами риска, по мнению многих специалистов, лимфодисекции спинно-сохранной является мозгской пол. Обратите внимание, индекс массы тела больше 25 кг на метр квадратный. Фактически все наши пациенты. 3-бранши селезеночной артерии – рассыпной тип деления. Вот поэтому эта работа также профессора Киношито. В последнее время японские коллеги наши перед каждым выполнением оперативного вмешательства, в котором планируется выполнение спинно-сохранной операции, выполняют 3D-реконструкцию и уже идут с четкой навигацией во время операции. Ну и в заключение я хочу сказать следующее, что, конечно, в эру высокотехнологичных электролигирующих инструментов можно легко залезть в пасть к крокодилу, не боясь, что потеряешь голову. Однако, маленькое видео буквально запустится, да? Вот двери можно открывать разным способом. Можно так, как это сделал известный нам всем герой Жорж Милославский, красиво, элегантно. А это уже неизвестный герой. Можно вырвать двери таким образом. По сути, знание эмбриональной анатомии – это ключ не только к адекватной с онкологической точки зрения хирургии, но еще и к эстетической безопасной хирургии. Благодарю за внимание. Уважаемые коллеги, есть вопросы в зале? Я хочу только уточнить, что последняя фраза, которую вы сказали, она принадлежит Николаю Ивановичу Пирогову, о котором неплохо было бы здесь нам всем вспомнить. И я ничего не услышал про 13-й коллектор – ретропранклотические и лимфатические узлы. При их поражении в нашем учреждении 18% пятилетней выживаемости, хотя как бы это противоречит всей теории метастазирования рака желудка. На сегодняшний день в нашем клинике принят следующий стандарт лечения расширенной лимфодисекции. При наличии метастазов в 6-й группе лимфатических узлов мы выполняем лимфодисекцию 14-й В. При переходе опухоли антрального отдела на 12-перстную кишку выполняется в том числе лимфодисекция 13-й группы лимфатических узлов. Это обязательное мероприятие.